МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика». Об основных событиях пятницы вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Выдворять за рубеж нелегалов приставы должны без лишних промедлений. Пока сроки от задержания эмигрантов до их выезда за границы России растягиваются. В прошлом году за территорию страны из регионов Поволжья было выдворено более 1 миллиона иностранцев. О том, что мешает оперативно исполнять постановление судов, говорили участники расширенного координационного совета. Провел заседание заместитель федерального министра юстиции Аллу Алханов. Приняв на себя новые функции, судебные приставы оттачивают до идеала свои полномочия. Выдворять за рубеж иностранцев, которые незаконно проживают в России, теперь обязаны именно служить лефемиды. Но перед сотрудниками ведомства постоянно возникают барьеры. Практика еще не отработана до конца. Вопросов много, причем решать их необходимо на законодательном уровне. Иммигрантам без гроша в кармане авиабилеты приходится покупать за счет бюджета. В прошлом году только в Чувашии на это потратили около полумиллиона рублей. В девяти субъектах Привозского федерального округа действуют международные аэропорты. Это Ниженовгород, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Ульяновск, Чебоксар и Казань. Необходимые рейсовые направления имеются не во всех аэропортах, поэтому приходится доставлять лизы без гражданства и граждан других государств в крупные аэропорты Казани, Ниженовгорода и зачастую Москвы. В копеечку влетает и содержание нелегалов в стране. Документы, которые необходимы для того, чтобы перевести человека за границу, приставы получают через месяц, а то и больше. Все это время эмигранты находятся под присмотром исполнителей. Хотя помочь деньгами и могут земляки из диаспор. Опыт в ПФО уже наработан. Во всех субъектах созданы специальные рабочие группы. Благодаря работе рабочей группы, усилиями их членов из 46 иностранных граждан, выдавленных за пределы Российской Федерации, всем воспользовались услугами аэроперевозчика за свой счет или за счет средств своих земляков. На повестке дня главная задача. Для эмигрантов необходимо построить временные приюты. Сейчас они есть далеко не в каждом регионе. Иностранцев приходится доставлять специальные приемники при МВД. Какие здания возводить взамен, пока непонятно. В законе эти нормы не прописаны. Ясно одно. Располагаться они должны за чертой города. То, что касается внесения изменений, поправок, работы над нормотворчеством, дополнением принятого закона, межведомственная нормативная база, которая тоже, к великому сожалению, имеет пробелы. Понятно, в этой части, безусловно, МЕНЮС и служба свидетельства пристава Российской Федерации. Здесь работу будем делать. Во время рабочей встречи с Алло Олхановым глава республики заметил, что специальное учреждение для содержания нелегалов иностранцев в регионе уже возведено. Внутри помещения обустроено 15 койко-мест. Этого достаточно. В прошлом году чувашские приставы сопроводили до границы 50 человек. Вопросов по исполнению новой меры пока множество. Известны случаи, когда иностранцев попросту отказывались пускать на борт самолета. В последний момент авиаперевозчик ставил на рейс менее вместительные лайнеры. Причем сопровождающим об этом сообщали в последний момент. К обсуждению проблем участники Совета собираются вернуться вновь. Решать их необходимо немедля. Миграционные потоки в Россию увеличиваются с каждым годом. Минриковалев, Николай Яковлев, Республика. В Госсовете Республики сегодня прошли парламентские слушания по проблемам ЖКХ. Депутаты Госсовета, представители профильных министерств и ведомств, органов государственной власти и местного самоуправления, профессиональные участники жилищно-коммунального рынка говорили о слабых сторонах сферы предоставления услуг по управлению недвижимостью. Процесс реформирования ЖКХ идет давно. Впрочем, существенные изменения в этой сфере произошли еще в 2004 году. Тогда был принят новый жилищный кодекс, который дал возможность привлекать коммерческие структуры для управления жилыми домами. Сегодня жилищные услуги в Чувашии оказывают 119 управляющих компаний, многоотрясливые предприятия, ТСЖ и ЖСК. К сожалению, не все управляющие компании ведут добросовестный бизнес, злоупотребление правами распоряжения деньгами жителей. Иногда практикуется одновременное выставление счетов разными компаниями. Это далеко не полный список нарушений. По данным службы по тарифам, задолженность за поставленный газ с начала года возросла в два раза. Почти половина долгов приходится на услуги электроэнергии. Растет изношенность коммунального хозяйства. Основная причина сложившейся ситуации в том, что исполнители коммунальных услуг, имея установленный капитал в размере 10 тысяч рублей, не несут ни материальной, ни административной, ни моральной ответственности за образовавшуюся задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Но, с другой стороны, и энергоснабжающие организации тоже не хотят выпускать свое. Обновление магистрали и сетей происходит очень медленно. До сих пор не можем получить развернутой калькуляции из метавыполненных или выполняемых работ с ООО коммунальной технологией. Много обращений по начислениям общедомовых нужд, где плата зачастую превышает даже начисление за индивидуальное потребление. Это связано с применением правил, установленных на федеральном уровне. Выход из сложившегося положения участники слушаний видят во внесении изменений в существующий нормативный документ и создание механизмов материальной ответственности управляющих компаний перед гражданами. Главой Чувашской республики Михаил Васильевичем Игнатьевым, кабинетом министра Чувашской республики, в адрес правительства Российской Федерации направлены конкретные предложения по внесению изменений в эти правила. В ходе рекомендаций, которые... Значит, о проекте рекомендации, которые вам предложены, есть дополнительные предложения по улучшению ситуации в данном вопросе. Ясно одно. Установленные нормативы не соответствуют реалиям времени, фактическим данным и доходам населения. Надо их срочно пересмотреть и поменять. Также на слушаниях рассмотрели вопрос о закреплении в жилищном кодексе положений, которое предусматривает обязательное декларирование сведений своих доходов работников управляющих компаний. Тарифы на воду, тепло и электричество повысятся летом. Расчетки с новыми суммами к оплате жителей республики получат за июль. Участники парламентских слушаний надеются, что к этому времени многие изменения будут в пользу жителей. Нанифата Гирова, Леонид Клейман, Республика. 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Более тысячи человек работают в муниципалитетах республики. Все делают одно общее дело. Каждое муниципальное образование – это отдельное государство. И таких в республике 317. Накануне праздника в Чувашии прошел съезд Совета муниципальных образований республики, в котором впервые принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. Это же для себя, это ваше имиджевое составляющее. Вот я сейчас посмотрел, вот у других районов сейчас вы посмотрели. И для вас должно быть полезно, как нам нужно правильно выставляться. Это у любого муниципального образования, хоть района, хоть города, это же доброе имя. А того, как вы будете представляться, как будете наступательно наступать, от этого и привлечение инвестиций зависит. Золотой фонд муниципальных образований – это кадры, отметил глава республики. По работе местного самоуправления люди судят о власти в целом. И поэтому очень важно знать, какие вопросы волнуют население республики на местах. Глава лично поинтересовался у представителей муниципалитетов, как обстоят дела в районах и городах республики. Сейчас достойно хотим вступить в программу «Моноргород» на свои деньги федеральные, когда они подойдут. Потому что у нас сейчас очень большие задачи перед нами стоят по строительству очистных сооружений, котельной. Ну и, соответственно, у нас запускается производство «Аурат-СВ» уже в летний период. А вот сейчас тоже очень большая головная группа. Мы стараемся, чтобы это было вовремя, своевременно, рабочими местами обеспечить людей. Вы знаете, что на финишную прямую и вышли. Теперь с учетом того, что будем вкладывать федеральные, республиканские средства, нам надо экономику города Канаша еще поднимать. Видишь, промдактор вагон подсел, и экономика сразу Канаша тоже сразу упала. Малый бизнес, средний бизнес. Все-таки центр республики и железнодорожный узел, и ряд других таких положительных аспектов, которые надо достойно использовать. Кадровый вопрос в муниципалитетах стоит очень остро. В республике выборы глав поселений состоялись два года назад, но уже за этот период сменилось около 70 глав. Это почти каждый четвертый. Мы должны воевать с улучшением положения муниципальных службщиков и повышение их статуса. О своих проблемах и успехах высказались и некоторые главы администрации районов. Так, глава администрации Канашского района попросил Минюст и Минфин разработать документацию по сбору дополнительных средств от спонсоров и населения для развития села, а в частности для строительства дорог. По его словам, люди готовы вкладывать собственные деньги, только юридически нужно все правильно оформить. В одном сельском поселении, Шаджамском, глава Николаев Владимир Германович построили 1,2 километра дорог за счет населения и с участием муниципалитета. Водоснабжение провели 8,6 километра, 6-ти населенных, с участием населения. Ну и другие можно работу проводить, просто нужный порядок, они не присваивают, ничего не делают, но в то же время могут их наказать. Мы не можем освещать деревня, все улицы, как в городе, потому что подушевое финансирование. Если деревья живет 100 человек, а в одном доме в городе проживает более 100 человек, от 100 тысяч человек, конечно, там вокруг дома можно освещать, а тут при подушевом финансировании невозможно. Вот эти проблемы у нас возникают, и в принципе мы хотим, чтобы нас услышали. Накануне праздника Дня местного самоуправления отметили лучших работников муниципалитетов республики. По измоголение добросовестный труд, почетное звание заслуженный работник сельского хозяйства Чубашской республики присвоено. Ивановой Галине Валерьяновне, заместителю начальника отдела администрации Батаревского района. Сегодня в Чебоксарском районе обнаружили противотанковую мину. Личный состав отдела полиции по Чебоксарскому району был немедленно собран по тревоге. Мину обнаружил сотрудник ОАО «Чуваш Агрохимсервис», которая находится на станции Ишлеи, и сообщил, что неподалеку обнаружил боеприпас. Прибывшие полицейские сразу же отцепили территорию. На место происшествия были вызваны и все тревожные службы района. Сначала территория была полностью обследована кинологом-собакой. Затем к работе приступил эксперт-взрывотехник ОМОН-МВД по Чувашской республике. В ходе осмотра боеприпаса было установлено, что это учебная противотанковая мина. Никакой опасности она не представляла. Сейчас снаряд отправлен на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД республики. Полицейские устанавливают происхождение мины. О пенсиях в комиксах и сказках. Литературные персонажи «Стрекоза и муравей», «Знайка и незнайка», «Будрая сова» стали помощниками в изучении пенсионных тонкостей. Оригинальное представление того, как можно накопить на будущую пенсию, показали участники Республиканской олимпиады по пенсионной грамотности. Школьники, студенты техникумов, колледжи и училищ. У этих ребят позади районный этап конкурса. Их электронные презентации о том, как увеличить будущую пенсию, признаны лучшими. В финал вышли 23 участника из 210. Но за лавры победителей еще нужно побороться. Финалисты должны пройти тестирование на пенсионную грамотность и набрать максимальное количество баллов. Было всего 20 вопросов, ответила на 18, на 2 не ответила. Это про основное направление пенсионного фонда. Направлений очень много, и поэтому сложно было чуть-чуть. Участники говорили, что тесты не сложные. В подготовке помог специальный учебник пенсионного фонда, разосланный по школам. Вот только правильные ответы на заковыристые вопросы даст, пожалуй, далеко не каждый взрослый. Для меня самый, ну такой, действительно сложный вопрос был, кто управляет накоплениями молчунов? Это управляющая компания, государственная управляющая компания или сам пенсионный фонд России? Ну, пришлось задуматься над этим вопросом, но оказалось, что действительно государственная управляющая компания, а не сам пенсионный фонд. Олимпиада по пенсионной тематике закрепляет знания, которые ребята получают во время специальных уроков. Их проводят педагоги в рамках образовательного проекта Пенсионного фонда и Министерства образования. Совместная работа полезна и ученикам, и самим учителям, считают эксперты. В жизни наш выпускник, выходя из стен школы, он не встречается с чисто таблицей умножения, с формулами по химии, с сочинением про лерлим автовода, а он встречается с жилищно-коммунальным хозяйством, пенсионными делами, ценными бумагами и так далее и тому подобное. Вот как раз этих конкретных знаний, к сожалению, содержания школьной программы нам сегодня не хватает. Провалившихся на тестах не было, говорили уже потом на подведении итогов члена жюри. Победители они определяли по сумме баллов за презентацию и тестирование. Золотую медаль на этой олимпиаде получила ученица первой школы из Шумерли Юлия Ветлова. На суджюри она представила свою оригинальную трактовку, как увеличить будущую пенсию. В рисунках рассказала сказку о том, как девушку Дашу и Стрекозу уму-разуму учили. Как оформить эту презентацию? И так как я учусь в школе, и мне приходилось видеть и слушать слишком много презентаций, и они были разных видов. То есть это презентации в схемах, или где много текста. Те презентации, которые были в схемах, иной раз была просто непонятна та тема. А те, когда много текста, иной раз просто неинтересно слушать. Участников Олимпиады поздравили представителей негосударственных пенсионных фондов. Они были в составе жюри. Победителям дарили айподы, ноутбуки, планшеты. Всем ребятам и их педагогам дипломы и флешкарты. Свои призы, планшеты вручили партнеры Олимпиады, представители негосударственного пенсионного фонда «Промаграфонд» – одного из лидеров на рынке пенсионного обеспечения. Давно и активно НПФ участвует в образовательных программах для молодежи. У «Промаграфонда» есть собственный проект всероссийского масштаба – поезд финансовой грамотности. Каждый год специалисты выезжают в разные регионы и передают свои знания в финансовой и пенсионной сферах. Негосударственный пенсионный фонд «Промаграфонд» всегда поддерживал и поддерживает молодежные образовательные программы. Для чего это делается? Всем нам известно, взрослым уже людям, о том, что в современных условиях планировать свое будущее – это очень важно. Нам очень приятно, что коллективы учителей смогли серьезно обратить внимание на такую достаточно сложную проблему и подготовить учащихся к написанию таких творческих, самое главное – с душой сделанных работ. Ну и главное – в образовательных проектах все участники Олимпиады смогут лучше ориентироваться в пенсионной системе, а может быть, передадут свои знания сверстникам или родителям, считают организаторы Олимпиады. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. Официальный портал органов власти Чувашии в новом формате. Модернизация оказалась куда более масштабнее, чем думают простые пользователи. Два основных вопроса – почему портал изменился и что, собственно, нового появилось на сайте. По словам министра информполитики, необходимость в модернизации сайта и приведении его в более доступный и удобный вид назрела давно. Сайту уже 10 лет. Некоторые инструменты, как выяснилось, были заложены в конструкторе еще при его создании. Однако новые приложения порой отказывались взаимодействовать друг с другом. Справа прям поиск, как на всех приличных существующих сайтах. Поиск сейчас стал работать. Раньше это была такая громоздкая, древняя абсолютно поисковая система, которая была очень неудобной. Более того, она практически и не работала. Обновленный портал органов власти стал более удобным для пользователей. Появилась версия для слабовидящих. Разработана новая система поиска по сайтам. Обновились подсистемы фото и видеоматериалов. Теперь есть раздел «Личный кабинет». С его помощью можно проследить путь своего обращения. Например, при пересылке для рассмотрения из одного учреждения в другое. Также среди новинок есть версии для печати. Но в большей степени изменения коснулись внутренней системы и тех, кто непосредственно работает с сайтом и его заполнением. Раньше специалисты с гуманитарным образованием были вынуждены вникать в сложные технические процессы. Необходимо было сделать новый конструктор, который был бы понятен всем. И там были учтены все возможности и необходимости, которые должны быть на сайте. То есть, чтобы фоторепортаж могли сделать автоматизированы все. Сейчас же конструктор стал гораздо проще, понятнее для людей, для пресс-секретарей. И многие процессы стали более оперативными. Разработчик обещает, что это далеко не последние изменения. При этом гарантирует, что эти реформы будут только к лучшему. Там еще есть ряд модулей, которые не введены в эксплуатацию. До сих пор не введены. Но в основном они все касаются внутренней части. Это статистика будет более... Это нужно для отчетности. То есть, статистика по самым посещаемым, самым наполняемым сайтам, по самым просматриваемым материалам. То есть, это в основном коснется новостей и видеоматериалов. Для пользователей еще никак не введено модуль «Сообщить об ошибке». Он появится буквально в ближайшее время. И вот голосование сейчас доделают. Как было отмечено, запуск обновленного портала откладывался несколько раз. Обучение специалистов, работающих с конструктором портала, заняло определенное время. По ходу знакомства с работой в новой системе рождались новые предложения и идеи. Данифа Тагерова, Леонид Клейман, Республика. На национальном телевидении «Чувашия» стартует новый проект «Родные лица Великой Победы». Еженедельно мы будем рассказывать о ветеранах. С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. По неумолимому закону жизни ряды ветеранов с каждым годы редеют. Но время не имеет власти над величием всего, что эти люди пережили войну. Чтобы память о них жила вечно, национальная телерадиокомпания «Чувашия» создает серию специальных репортажей под общим названием «Родные лица Великой Победы». Сегодня мы отправляемся в гости к первому герою. Александр Рыбаков бодро одевает свой парадный костюм с самыми ценными для него наградами. Медаль за оборону Сталинграда, за взятие Кенигсберга, за взятие Берлина, за победу. Тогда в 41-м он даже не мог подумать, сколько ему предстоит увидеть и пережить за пять лет, проведенных в ожесточенной и безжалостной войне. На его глазах гибли тысячи молодых ребят, женщин и детей. Он видел лицо смерти, чувствовал ее холодное дыхание. Сколько сил нужно было молодому бойцу, чтобы преодолеть свой страх и во что бы то ни стало вернуться домой живым. Ветеран признается, что выжить ему помогла вера в победу и ненависть к врагу. За войну я насмотрелся, сколько они населения убили. Не за что. Зачем, скажем. Ну, вы же против военных делали другое. А то города уничтожали, деревни уничтожали, людей тоже уничтожали. Вот этим они сами проиграли войну. Мы морально были настолько обозлены, что он никак не мог езжать. Ветеран показывает свои единственные сохранившиеся фотографии. На них он еще совсем молодой и неопытный солдат. Впереди его ждет учеба в Краснодарском минометном училище, эвакуация под Сталинград и распределение в 64-ю армию командира Шумилова, в которую входило 4 полка будущих офицеров. Молодой боец вошел в состав особой группы, которая помогала другим дивизиям атаковать немцев. Все эти бои ветеран помнит, будто бы они проходили не десятки лет назад, а буквально вчера. Мы выдержали атаку за атакой. Очень сильные бои были. Весь день. На второй день опять немцы. А он почему хотел взять? Потому что с этой высадки был хороший вид на Волгу. Если бы мы отдали эту высадку, он бы контролировал. Нам нельзя было подвезти ни грудь, ни снаряда, ни вывезти раненых. Высоту немцам так и не отдали. Но какой ценой? За время боев из 10 тысяч офицеров осталось лишь тысяча. А потом ранения и долгие месяцы реабилитации. На этот раз уже возмужавший солдат стал начальником телефонной станции. Это была одна из самых ответственных должностей. Ведь важные сообщения о положении дел на фронте передавались благодаря связистам. В 45-м весть о завершении войны стала самым радостным и в то же время трагичным событием. Ветеран до сих пор вспоминает День Победы с улыбкой и слезами на глазах. Сидим, отдыхаем. Выходит телефонистка, говорит, ребята, война, война кончилась. Вот мы ходим, как говорится, не хочешь, заплатишь. Война кончилась. Это такая разница была. Эта война оказалась для ветерана длиною в жизнь. И в наших сердцах навечно останется отпечаток того жестокого времени и память о великих людях, благодаря которым мы живем. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. На перекрестке у театра оперы и балета установили светофор. У жителей города сразу появилось несколько версий его появления. Как сообщили наши телекомпании в ГИБДД Чувашии, светофор установлен временно. За театром оперы и балета сейчас возводится дом. Чтобы в ночное время грузовой транспорт мог без проблем добраться до стройки и не выезжать на мост, установили светофор. В ГИБДД отметили, что в дневное время он работать не будет. В музее воинской славы открылась выставка «Пожарный истинный герой». Она организована в рамках празднования 95-летия Советской пожарной охраны и Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. На выставке можно увидеть фотодокументы, ордена и медали, ознакомиться с биографиями участников Великой Отечественной войны, работавших в пожарной охране. Центром экспозиции стала каска советских пожарных. Выставка будет работать до 6 мая, а с июня она отправится в районы республики. На этом у меня все. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова